Всем огромный привет! Сегодня вяжем детские тапочки крючком. Вяжутся они достаточно просто и быстро. Вот эти тапки я связала за 2 часа, вместе со съемкой, конечно же. Для вязания понадобится нам крючок номер 3 и пряжа. У меня 100% акрил, я покупала на килограммы по распродаже, поэтому не скажу ни производителя, ни толщину, ничего. Для того, чтобы нам с вами свериться, чтобы у вас и у меня совпадали все расчеты, я набрала 10 воздушных петель и это у меня в сантиметрах получается 5 сантиметров. Наберите и посмотрите, совпадает ли у вас со мной. Вязала я на возраст, 4,5 года ребенку, длина ноги 16 сантиметров, а тапки сами получились 17 сантиметров, чтобы было по ноге более-менее свободно. Итак, давайте приступим к работе. Делаем начальную петлю, затягиваем. Здесь, пускай так хвостик у нас и остается, мы его потом вяжем. И набираем 24 воздушные петли. 1, 2, 3, 24. Давайте теперь посмотрим, сколько это получилось у меня сантиметров. Получилось у меня, смотрите, 12 сантиметров. Дальше делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в четвертую петлю от крючка провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1 столбик с одним накидом. 2 столбик с одним накидом. Есть. Далее, все петельки вот эти мы провязываем в каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Накид и в каждую петельку провязываем по одному столбику с одним накидом. Так до конца ряда. Провязали до конца ряда и в последнюю петельку мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 1, и 5. Сделали поворот? Вот так вот сейчас получается. Далее, все последующие петельки мы провязываем по одному столбику с одним накидом до конца ряда. Не забываем хвостик вот этот сюда ввязывать. Вот так вот. Заканчиваем ряд. Итак, мы с вами довязали до конца ряда. Вот так вот выглядит сейчас вязание. Далее делаем соединительную петельку. Так. И сюда же. Раз. И протянули. Дальше делаем воздушную петлю. И вот сюда, вот смотрите, где мы делали здесь воздушные петли на повороте, сюда же мы провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, и сюда же второй. Второй. То есть нам надо опять сделать поворот. В следующую петельку мы опять же провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, и сюда же второй. Сделали поворот. Далее провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2. 2, провязали 12, далее провязываем 2 полустолбика. Делаем накид и провязываем вот так вот через все 3 ниточки. 1 полустолбик и так же само еще один. Провязали 2 полустолбика, далее провязываем 9 столбиков с одним накидом. Накид и 1 столбик, 9 столбик с одним накидом. Далее опять надо нам сделать поворот. Для этого мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика с одним накидом. В результате должно получиться у нас 10 столбиков с одним накидом. Провязываем 1, сюда же 2, в следующую петельку 3, сюда же 4, в следующую 5, сюда же 6, в следующую 7, сюда же 8. В следующую 9, в следующую 9 и сюда же 10. Вот мы с вами сделали поворот. Далее провязываем 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, и 9 столбик с одним накидом. Дальше провязываем 2 полустолбика. Накид и через все 3 ниточки протягиваем. Один полустолбик и еще один. То есть мы провязываем точно так же, как мы вязали с этой стороны. Далее провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, провязали 12 столбиков без накида. Далее делаем соединительную петельку. Воздушная петля подъема обязательно здесь в конце в каждом ряду идет. Снова делаем поворот, но здесь делаем следующим образом. Здесь столбики идут без накида и провязываем так. В первую петельку провязываем 1 столбик без накида. Во вторую петельку провязываем 2 столбика без накида. В третью провязываем 1 столбик без накида. И в четвертую 2 столбика без накида. И в пятую 1 столбик без накида. Сделали поворот. далее провязываем опять 12 столбиков без накида 1 2 снова провязываем два полустолбика накид следующую петельку через 3 ниточки опять накид и еще один полустолбик далее провязываем 9 столбиков с одним накидом накид и 9 столбиков 1 далее опять провязываем поворот здесь на повороте должно у нас получится 13 петель через одну как мы делали и в предыдущем ряду накид 1 столбик следующую петельку 2 это будет 3 далее считаем 4 в следующую 5 сюда же 6 следующую 7 следующую 8 сюда же 9 следующую 10 следующую 11 сюда же 12 и следующий следующую петельку 13 вот мы с вами выполнили поворот далее провязываем 12 столбиков с одним накидом 1 далее опять у нас идут два полустолбика 1 2 полустолбик и далее провязываем до конца ряда столбики без накида до поворота где у нас будет соединительная петелька последняя довязали до конца и делаем последнюю соединительную петельку и сюда же раз все наше основание готово смотрим сколько здесь у нас получилось сантиметра получилось у меня 17 вверх мы вывязываем следующим образом за заднюю стеночку мы провязываем по одному столбику с одним накидом делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 за заднюю стеночку вот она мы провязываем столбики с одним накидом ничего мы не убавляем пока и не прибавляем просто провязываем единственное я вам скажу не подхватывайте одну эту ниточку а старайтесь но тут это только в первом ряду захватить еще и вот эту ниточку для того чтобы не было дырочек вот видите как бы две мы захватываем и провязываем до конца рядом обвязываем полностью и вот так вот провязали до конца ряда теперь делаем соединительную петельку в в третью воздушную петлю 1 2 3 вот она вот так вот присоединились так дальше у нас идет 3 воздушные петли 1 2 3 и дальше провязываем точно так же по кругу в каждую петельку по одному столбику с одним накидом следующую только провязываем уже за 2 ниточки за полную петлю не за заднюю не за переднюю стенку а за 2 точно так же продолжаем по кругу полностью обвязывать до конца ряда закончили этот ряд теперь присоединяемся в третью воздушную петлю как и всегда одна-две вот она третья вот так вот раз и сюда же присоединились делаем одну воздушную петлю и следующий ряд во все петельки мы провязываем по одному столбику без накида закончили этот ряд далее присоединяемся соединительной петелькой делаем одну воздушную петлю так провязываем дальше по одному столбику без накида до полустолбика вот видите у нас уже вырисовывается наш тапочек и смотрим где у нас полустолбики вот начинаются видно но я хочу сказать вы смотрите по ножке своего ребенка это я нашла в видео где сказано что до полустолбика вяжите но я посчитала что мне где-то вот сюда надо побольше вот так вот примерно даже пополам в общем у меня получилось 17 здесь петелек и 17 здесь петелек вот здесь надо поставить маркеры а вы смотрите по ножке своего ребенка возможно вам еще дальше вы захотите закрыть здесь возможно вы захотите побольше но ножки разные чем суть я думаю вы поняли сейчас провязываем сюда до полустолбиков где мы провязывали а вы смотрите сами крайний случай если вы провяжите до полустолбиков и здесь вот отсчитаете главное чтобы у вас было здесь и здесь вот от срединки одинаковое расстояние и примере эти на ножку ребенка можете сделать больше меньше чем дальше провязываем столбики без накида до полустолбиков вот я сделала маркер 17 здесь 17 здесь у меня петелек теперь делаем убавку маркер пока сниму чтобы не мешал за переднюю стеночку подхватываем нить 1 и во второй петельки и провязываем столбик без накида далее провязываем два столбика без накида так здесь где у бабочка была мы сейчас маркер сразу раз чтобы не потерять и продолжаем так до конца сделали убавку провязываем два столбика без накида снова убавка и так провязываем до маркера через два столбика у нас идет убавка вот снова убавка сделали убавку вот у меня смотрите второй маркер далее провязываем вот эти столбики без накида сюда до поворота далее будем присоединяться соединительной петелькой присоединяемся соединительной петелькой вот так вот далее делаем воздушную петлю подъема и провязываем столбики без накида до маркера провязали до маркера далее делаем убавки следующим образом маркер снимаем делаем убавку так ставим маркер чтобы не потерять провязываем 1 столбик и снова делаем убавку чередуем через одну петельку мы делаем убавку убавка 1 столбик убавка 1 столбик и так продолжаем до маркера провязали до маркера далее снова провязываем все столбики без накида до поворота снова присоединяемся соединительной петелькой петля подъема воздушная снова провязываем до маркера все столбики без накида провязали до маркера теперь маркер можно уже снимать он нам не нужен далее делаем до маркера убавки подряд то есть мы уже ничего не провязываем а делаем убавки одна вторая то есть но я не могу сказать вам сколько здесь убавок я не считаю в зависимости от того сколько вы петелек оставили по бокам сколько у вас и будет убавок и так убавляем до маркера закончили убавки дальше провязываем столбики без накида до конца ряда вот сюда до поворота присоединяемся соединительной петелькой как и обычно и наш тапочек готов далее смотрите можно обвязать по кругу ну и раздвоилась ниточка можно по кругу обвязать как вы пожелаете как вам нравится или другую взять ниточку или этой обвязать вот смотрите по ножке своего ребенка и как вам захочется можете украсить красота ну и все все